Добрый вечер! В эфире новости Прима в студии Максим Любимов. Коротко о главных темах этого выпуска. Добрый вечер! 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 А парк там какой-нибудь? Конечно! Ну вместе с тем где парк там развлекательное. Что вам больше бы понравилось, бассейн или парк? И то, и то. Хотелось бы, чтобы на следующий год уже по чуть-чуть можно было реализовывать. То, что это не будет реализовано за один год, это скорее всего однозначно, потому что территория очень большая. Ну и я всегда считал, что любой парк, он такое, как бы сказать, не статичная вещь, это вещь, которая постоянно развивается, постоянно совершенствуется. В ближайшее время проектировщики начнут трудиться над образом будущего парка. Должно быть место и для спорта, и для выгула животных, и бабушкам, дедушкам отдохнуть, и молодежи повеселиться, и детям. Места грамотно все расположить достаточно. Главное, чтобы чиновники потом смогли найти средства и все доделать. Ведь преобразить это место собираются очень давно. Анна Гейнс и Сергей Польшаков. Новости Прима. Наводнение парализовало жизнь в курортной столице России. Тропический ливень обрушился. Мы стояли буквально здесь. Девочка прям стояла на этих стюмейках, на нее почти чуть-чуть не упало дерево. Если вы хотите посмотреть на водопад Ниагара, вот оно, Татьяновка. Сейчас девушки накроют. Сейчас нас накроют. Вот такие пляжи входит. Вот такие стали пляжи. Вчера утром были еще отличные. Это река Кудепста столько дров выбросила. Тропический ливень обрушился на город 4 июля. Месячная норма осадков выпала всего за один день, переполнив реки Харатай Мацеста. Те, в свою очередь, вышли из берегов, затопив Сочи и поселки рядом. В районе объявлен режим ЧАЭС. Закрыты пляжи, людей эвакуируют. У сочинской погоды уже есть жертвы. Так упавшее дерево придавило водителя, когда тот что-то искал в машине. Мужчина погиб на месте. Жители говорят, что это сильнейшее наводнение за последние годы. Причем ливни в Сочи продолжаются, мешая спасателям откачивать воду из затопленных домов. Двое рабочих погибли в коллекторе. Причины смерти мужчин разбираются в правоохранительные органы. Рабочих нашли около 14-30 на территории свинофермы «Зао Назаровский» в поселке Степной. Двое мужчин 20 и 27 лет устраняли засор канализационной трубы в новом свинокомплексе. По предварительным данным, гибель рабочих могла произойти из-за отравления аммиачными газами. Оба погибли на месте. На предприятии завели уголовное дело по статье «Нарушение требования охраны труда». В рамках проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране труда. По ее результатам приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроль Межрайной прокуратуры поставлено проведение проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Красноярске ищут мужчину, который сломал челюсть молодому человеку из-за его прически. Все произошло еще 3 июля в микрорайоне «Орбита» поздним вечером. Взрослый мужчина напал на двоих 18-летних парней. Один из пострадавших рассказывает, что мужчина стал спрашивать их, почему у них покрашены волосы и заявил, что они нетрадиционной ориентации. А потом он начал избивать парней. Да так, что одному сломал челюсть. Сейчас молодой человек в больнице. В полиции начали проверку этого инцидента. Тех, кто узнал нападавшего, просят позвонить по телефону плюс семь девятьсот двадцать три триста пятьдесят четыре двадцать три тринадцать. Состояние дедушки, которого едва не растерзала стая бродячих собак, улучшилось. Напомним, все произошло прямо около подъезда жилого дома в «Энергетиках». Когда 86-летний дедушка возвращался домой, с прогулки на него напали чипированные собаки. По словам жителей двора, бродячие псы могли напасть на мужчину из-за еды, которую им приносят соседи. А Иван Матвеевич стал первой жертвой четвероногих. До сих пор людей они просто пугали. Если и бросались, то только легко и до больницы не доходило. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Пенсионер находится в стационаре под присмотром медиков. А псов должны отловить и убрать с улицы навсегда. Уже шестой день без света находятся 200 домов в Емельяново. На помощь приходить никто не хочет, да и объяснять тоже. Единственный аргумент – долги за электроснабжение, о которых сами жители не знают. Подробности в сюжете. Плохо мы живем. Плохо. Вот на местах сидят и звонили мужчины. Мы пытались сами сделать это бесполезно. Они даже не разговаривали с народом. Они как будто они живут в этом другом. Мы как это вызвало для них. Народные волнения в СНТ Емельяново-1 не утихают уже неделю. Еще ночью, 30 июня, из-за аварии на линии без света осталось все товарищество. Каждый день жители пытаются дозвониться до энергетиков, чтобы выяснить, что им делать. Но, по словам садоводов, обратной связи никакой. Станислав, хозяин дома на Еловой-82, говорит, в обществе очень много людей, которые живут там постоянно. И переехать им некуда. Стандартный генератор уже не вывозит полностью дом, чтобы все приготовить, чтобы все охладить. Но пользуемся, возвращаемся к первоисточникам. Используем какие-то первобытные предметы. Таким вот образом можно скипить хотя бы водичку. Генераторы есть не у всех, но общая беда объединяет. Поэтому соседи помогают друг другу, чем могут. Вместе заряжают телефоны и хранят продукты. У меня уже тут подразделено соседское все. А это мое здесь в холодильнике. На три часа включаю, а потом отключаю. Покуда не растают они, продукты. Всем помочь не удается. Большинство провизии испортилось. Пострадало и хозяйство. Огород от жары засох. Скот нечем поить. И все попортилось. И понимаете, мы не можем. Я боюсь его и кормить чем-то, чтобы не отравить. Урожай сохнет. Поливать нечем. Все потрескалось. Здесь водопровода нет. У всех скважины. Только от электричества. Садоводы и сами не против починить трансформатор. Но чтобы это сделать, нужно обесточить линию. А этим занимаются Россети. Там пояснили, что сначала нужно расплатиться со старыми долгами. По словам жителей СНТ, яблоком раздора стал этот трансформатор. Зимой здесь электрики установили пломбы. А через пару месяцев сказали, что они нарушены. За это время садоводам насчитали долг в 9 миллионов рублей за незаконное использование электричества. Хотя они говорят, что не виноваты в поломке. В компании Россети поясняют, что лично они не могут просто так обесточить линию. Для этого нужно разрешение красэнергосбыта. А авария, как и 9-миллионный долг, не является главной причиной отключения света. Мы не отключали данные СНТ, пока не выявили повреждения на оборудовании садового общества. То есть именно повреждение на их оборудовании совпало с подачей заявки от энергосбыта на их отключение из-за причины большого долга. Красноярский энергосбыт, воспользовавшись тем, что произошла такая аварийная ситуация, застопорили работу по проведению аварийных ремонтных работ, ссылаясь на то, что было безучетное потребление электроэнергии, имеется задолженность. Но, повторюсь, задолженность эта еще решением суда не установлена. И поэтому, по сути, со стороны Красноярского энергосбыта произошел такой некий шантаж по вымоганию вот этих 9 миллионов. В Краснояргосбыте нам рассказали, что они закрыли глаза на большую часть задолженности. Но вот текущий долг в сумме около 200 тысяч рублей надо погасить. Именно из-за него СНТ остался без электричества. Задолженность СНТ Емельянова, она состоит из двух составляющих. Это очень крупная сумма, более 9 миллионов 700 тысяч. Вторая составляющая – это текущая задолженность этого СНТ, которая является нашим хроническим должником. У нас уже более 5 судов уже состоялось по ним. Мы ждем оплату текущей задолженности. И подача электроэнергии сразу же после оплаты будет немедленно восстановлено. Сейчас жителям Емельянова-1, по словам компании, нужно оплатить часть задолженности. Но они не отказывались, если сумма не 9 миллионов. Такие деньги собрать даже двумя улицами они не смогут. А без электричества сидеть не хочется. Кто виноват – непонятно. И ответственность брать никто не хочет. Анастасия Баскова, Илья Гришан, Новости, Прима. На станции Базаеха загорелся локомотив. Все произошло накануне. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали около 9 вечера на площади 80 квадратных метров. Локомотив грузового состава находился на запасных путях. Поэтому движению по Транссибу не мешал. В тушение было привлечено 3 единицы техники и 12 человек. Освещение на Ергинской набережной не будет работать три месяца. Из-за подтопления люки с подземными коммуникациями занесло илом и грязью. Это мешает провести осмотр и ремонт электрики. Работы по очистке и диагностике могут застенуться минимум на два месяца, сообщили в Красгорпарке. На левом берегу также придется устранять последствия паводка. На части тротуаров провалилась земля, размыла лестницу. А далее еще несколько коротких новостей в рубрике «Заголовки». Жителя Заозерного не стали отправлять в тюрьму за смерть дочери под поездом, но признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Девятилетнюю девочку затянуло под колеса состава, когда она с отцом шла вдоль путей. Мужчине назначили полтора года исправительных работ. В Норильске осудят 25-летнего водителя грузовика, который устроил ДТП со скорой. Заведено уголовное дело. Парень ехал с превышением скорости, протаранил спецавтомобиль и перевернулся. Водителя и фельдшера скорой помощи с травмами госпитализировали. Пациентов в салоне не было. Гонщику может грозить до двух лет тюрьмы. В крае началась вторая волна приема детей в школу. Это заявки от тех родителей, кто не закреплен на участке школы. Для записи не обязательно иметь прописку в том же районе. Обычно запись открывается 1 апреля, но в этом году процесс перенесли на 6 июля. Прием продлится до 5 сентября. 7 июля в Красноярск доставят ковчег с частицей мощей святого великого князя Александра Невского. Святыня пробудет в городе до 11 июля. Красноярский фотограф выложил в сеть необычные снимки сусликов с острова Татышев. Зверьки словно в жаркой молитве воздевают лапы кверху. Из-за ракурса кажется, что грызыны, как шаманы, тянутся к небу и вызывают дождь в 30-ти градусный зной. Хотя на самом деле их привлекает угощение. Сам автор шутит, что попал на неведомый сусличий обряд, который благополучно закончился вегетарианским перекусом. Самолет Ан-26 разбился на Камчатке. Лайнер двигался из Петропавловска в поселок Полана. На борту было 6 человек экипажа и 22 пассажира, в том числе дети. За 10 минут до посадки Ан-26 перестал выходить на связь. Вертолет МЧС обнаружил обломки в 4 километрах от поселка. У обломков работают спасатели. Предполагается, что самолет потерял видимость и столкнулся со скалами. Расследование продолжается. С места крушения уже появилось первое фото. Трагедия случилась при заходе на посадку. Предположительно, на второй круг самолет заходил из-за плохой видимости. Сейчас самое главное это подтвердить окончательно картину. После этого авиационные полномоченные власти будут проводить расследование. И уже после этого можно будет сделать вывод о причинах катастрофы, которая у нас случилась. Последствия потопов в Сосновоборской больнице будет устранять подрядчик, который делает капитальный ремонт крыши. Здание в июне топило дважды. В результате чего пострадали кабинеты и мебель, а также уничтожены полторы тысячи доз вакцины. Тем не менее, медицинские услуги в городе сейчас оказываются в полном объеме. И для вакцинации население запустили новый внебольничный пункт. Подробности в сюжете далее. Работы по ремонту кровли в Сосновоборской больнице идут полным ходом. Завтра синоптики обещают сильные дожди. В июне единственную поликлинику города топило дважды. Строители, которые делали капитальный ремонт кровли, закрыли разобранную крышу специальным материалом, но не загерметизировали. И если во втором случае пострадали 22 кабинета и офисная мебель, то в первом из-за проблем с электроэнергией были испорчены полторы тысячи доз вакцины. Город остался без нее на три дня. Это был однократный случай, но мы его надолго запомним, потому что восстанавливать все, и в том числе утраченную вакцину, это очень значимо. То есть мы кабинеты перенесли в здание, трехэтажное здание поликлиники. Получилось так, что в тесноте, да не в обиде, в трехэтажном здании у нас там находится женская консультация, детская поликлиника и взрослая поликлиника. Подрядчик согласен со всеми претензиями и устраняет ущерб за свой счет. Помимо крыши в медицинском учреждении идет ремонт потолков и стен. Несмотря на произошедшее ЧП, проблем с приемом больных и вакцинацией сосновоборцев сейчас нет. Более того, в городе развернули дополнительный пункт, где можно поставить прививку от коронавируса. Депутат Заксобрания края Александр Новиков решил лично убедиться в качестве оказываемой медицинской помощи и поставить вакцину. По словам народного избранника, пункт вакцинации организован на высоком уровне. Хотел посетить город сосновоборцев для того, чтобы посмотреть, как функционируют больницы с учетом тех протечек, которые были. И заодно совместил, как говорится, полезное с полезным. Также привился здесь и посмотрел, как функционирует вне больничный пункт вакцинации. Больницы функционируют. К сожалению, не так удобно, как могло быть. Но тем не менее, медицинскую услугу населению оказывает. Сейчас подрядчик вывел еще одну бригаду. Работы планируют завершить до конца августа. Теперь больнице не угрожает затопление. А самое главное, что медицинская помощь сейчас оказывается жителям в полном объеме. Нетрадиционный дизайн и красноярский пункт. В Красноярск приехал московский скульптор-монументалист, чтобы проработать эскиз стеллы «Красноярск. Город трудовой доблести». Денис Стритович провел в нашем городе несколько дней. За это время он встретился с местными архитекторами, проектировщиками. Они обсудили, как будет выглядеть будущая стелла, какое у нее будет оформление, из какого материала она будет выполнена. А сегодня для московского скульптора провели специальную экскурсию по музею «Мемориал Победы», чтобы он мог познакомиться с историей нашего города в годы войны и вдохновиться на создание памятника. В Красноярске с первого дня Великой Отечественной развернули масштабное производство военной продукции. В 1941-м наш город принял оборудование крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и вместе с ними 30 тысяч рабочих. Наш город стал одним из новых промышленных центров арсеналов страны. Здесь же работали госпитали. И сегодня скульптор уже поделился своими наработками. Белиска – это вертикаль. Она, в общем, пропитана, должна быть светом. Свет должен исходить изнутри. Пока за главную тему мы хотели бы использовать именно местный гранит. И долговечный, и красивый, и соответствует, мне кажется, и городу. Здесь много памятников из гранита сделано. А основной рельеф пока мы тоже выбираем. Но, скорее всего, это, как предваритель, должна быть бронза. Напомню, что звание «Город трудовой доблести» Красноярск получил в мае. К слову, определиться с местом, где будет установлена стелла, губернатор предложил самим красноярцам у себя в Инстаграме. На выбор даны три площадки. Парк Сепсталь, сквер на станции Злобина и площадь перед Дворцом культуры имени 1-го мая. Проголосовать можно до 9 июля на сайте красноярскдоблесть.рф. Сам же монумент должен появиться в Красноярске до конца этого года.